Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. В этом доме жил Константин Сергеевич Станиславский. Станиславскому принадлежал не весь дом, а только второй его этаж. По этой лестнице и дрова носили в холодные 20-е годы. И великий актер Мейлан Фан по ней поднимался. Знаменитая американская певица Мариан Андерсон. И писатель Михаил Булгаков. А вот в этом углу видели однажды, как великий актер Москвин сидел и горько плакал. Станиславскому не понравилось, как Москвин в тот день репетировал. Это был ни на что не похожий дом. В нем с утра до вечера все звучало. Внизу, в полуподвальном этаже, Станиславский поселил молоденьких студийцев оперной студии. У них рабочий день начинался по расписанию. Оно висело вот здесь, у печки. А сам он работал то в репетиционном зале, то в кабинете. В семье Станиславского жизнь и театр сплетались неразрывно. Жена Марья Петровна Лилина, лучшая ученица Станиславского, его верный помощник, педагог. Они поженились совсем молодыми, прожили вместе почти полвека и через всю жизнь пронесли верность друг другу и театру. Кабинет Станиславского. Этот софит зажигали во время вечерних репетиций, чтобы Станиславскому были лучше видны лица актеров. Как это может быть? А вот так вот. Обманывать. Вот я тут, я никогда не обманывала. Я более откровенные роли играла. И наивно я могу с вами общаться. А вот еще наивно, да еще обманываете. А что, вы наивно будете играть? Нет, не играть, а так... А наивность она в вашем кисти будет? Ага, ну вот те кисти прямые. А вот обманывать я еще не умею. Да просто обманывать, это значит... А как человек? А как человек? Как человек я умею, но в себе это не культивировала. Да все равно умеете. Умею, это у меня в природе, это у меня есть. Но вот вы, вот это то, что вы умеете, мне больше ничего не нужно. Каждый человек это имеет в природе. А ведь видите, то, что я вам предлагаю, почему это особенно важно. Я вас сразу выключаю из плоскости актерства. И вас помещаю в плоскости ваших человеческих жизненных воспоминаний. Там вы сильны, там у вас материал огромный. Ну? Она смеется над тобой. И по делам, скажу я прямо. Обманывать себя, возможно ли так упрямо? Ведущие актеры МХАТа на рядовой репетиции старались изо всех сил. От Станиславского нельзя было скрыть малейшие неправды. Слушая диалог, он следил не за словами, а за внутренней жизнью актера. За мельчайшими движениями души. К самым известным актерам он был требователен и даже придирчив, как к начинающим студийцам. Ты же говоришь о том, кого не знаешь. Ну, стоп, остановимся. Вот слушайте. Значит, вы сейчас, что вы делали, когда начали играть? Вы приспособлялись друг к другу или нет? Ну, насколько возможно. Ощупывали друг друга или нет? Насколько возможно. Ориентировались или нет? Вот этому было мало. А вы должны эти слова, которые вам кажутся уже началом сцены, они в жизни-то, они были бы только подходом к настоящему общению. А вот это, все эти слова употребите на то, чтобы подготовить общение. А в чем заключается общение подготовить? Вы, когда хотите, вот оба, два врага сошлись, этот хочет к нему как-то подольститься или как-то смягчить его, а вы его смягчаете или подольщаете. Может показаться странным, что здесь жил самый знаменитый в театре человек, а в обстановке нет ничего театрального, ни афиш, ни лавровых венков. Но зато здесь многие предметы имеют свою театральную судьбу. У изголовья кровати висит ничем не примечательная телефонная трубка 30-х годов. Этот телефон был занят часами. Больной Станиславский и по телефону репетировал. На этих фотографиях любимая внучка Константин Сергеевича. Ей было лет 10, когда Станиславский написал ей на своей книге «Моя жизнь в искусстве» «Ищи пути в духовной жизни, только она нужна и содержательна. Все остальное скоро приедается и надоедает. Обожающий тебя деда». Станиславский в пору первых театральных увлечений. Он в каждой роли тогда снимался у лучшего фотографа и охотно надолго застывал в специально придуманной позе. Вот «Лаверже» — «Любовное зелье», «Меагрё», «Тайна женщины», «Японец» — «Нанкипу», «Микадо». Если бы не юность Станиславского, мы бы и названий таких не знали. Все это пустые оперетки и не менее пустые водевили. Позы исполнителя не и без оттенков отовства и самоупоения. Это и от влюбленности в театр, и от того размаха, который театральному любительству дали российские образованные меценаты — Морозовы, Мамонтовы, Алексеевы. Куда спрячешь красоту, если она дана так щедро? Рост, фигура, крупные выразительные черты лица, царственные стать. Все так и просилось на сцену. Костя Алексеев переиграл на любительской сцене столько ролей, что их трудно перечислить. «Каков был мой тогдашний идеал?» — спросил он себя спустя 30 лет и ответил. Он был примитивен. Копировать знаменитости, менять свою внешность и стоять в лучах света. Перед спектаклем он бывал близок к обмороку от счастья и думал, «Боже, какая радость, искусство!» И потом, «Боже, какая пытка быть актером!» И все это с одинаковым упоением. Мы с вами смеемся над этим, а сотни молодых актеров начинают сегодня с таких же наивных мыслей и самолюбования. И многие, между прочим, на том же самолюбовании, только еще более увеличившимся с годами, так и кончают. Это болезнь профессии, а вовсе не пережиток прошлой эпохи. Станиславский от этой болезни не только сам себя вылечил, но и другим указал лекарства. Достаточно горькая правда. Вот смотрите, как с годами меняется его облик. Вот он в Алексеевском кружке. А вот в роли Уриэля Акосты. Это уже не кружок, а общество любителей искусства и литературы, на спектакле которого пошла большая доля капитала Алексеевых. Впрочем, Костю Алексеева театральная Москва знала уже по другой фамилии. Он стал Станиславским. Он отличался от многих одной особенностью, которую фотограф не фиксирует. Страстью самоанализа. На этих фотографиях позы, гримы, но не видно того пути мучительного самосовершенствования, на который художник вступил, чтобы не сойти с него уже до конца жизни. Он самого себя подвергал строжайшему разбору и в конце концов отверг все, что связано с позой, актерским мелким тщеславием, подделкой. Он жадно следил за великими актерскими талантами, чтобы понять, как рождается то, что неподдельно. Подлинность. Подлинность во всем это стала девизом. Печально, что люди уходят, а вещи, предметы остаются. Но когда знаешь, чем и как жил Станиславский, на многое в этом доме смотришь другими глазами. В этом доме немало вещей, которые бережно хранил Станиславский. Это не драгоценности, не сувениры, не антиквариат. Это то, что он сам нашел, глазом художника отметил, выбрал и принес на сцену, а потом уже сохранил. Вот, к примеру, это кресло. Станиславский привез его из Венеции 90 лет назад специально для спектакля «Отелло». Когда я посетил Венецию, писал Станиславский, желание играть мавро сделалось почти непреодолимым. В одном из летних ресторанов я увидел красавца-араба в национальном костюме. Узнав, что я интересуюсь его костюмом, араб снял свою верхнюю одежду, чтобы сделать с нее выкройку. Он многое потерял. И миллионный Алексеевский капитал, и имение под Москвой. А вот этот костюм «Отелло» и кресло сохранил. Это были живые вещи, художественный капитал. Весь роль «Отелло» была для него поворотной. «Я не отдался чарам оперного баритона», — писал впоследствии Константин Сергеевич. «Характерность Востока оградила меня от дурных привычек. Я настолько усвоил порывистость движения араба, плывущую поступь, плоскую ладонь, что не мог удержаться от этих привычек в своей частной жизни. Он шел от внешней правды к внутренней, еще не отдавая себе отчетов в том, что нащупал один из тех путей, которые потом осознают и освоят тысячи его учеников. С годами само представление о правде менялось. Оно захватывало в себя правду социальную и философскую, становилось объемным и глубоким. В этом здании находился ресторан под названием «Славянский базар». «Беседа в славянском базаре». Такое заглавие получила первая страница истории художественного театра. Здесь встретились два человека. Это были известный писатель-драматург Владимир Иванович Немирович Данченко и не менее известный актер и режиссер-любитель Станиславский. Наверное, тогда, 22 июня 1897 года, они приехали сюда на извозчиках с разных концов Москвы. «Мечтая о новом театре, мы искали друг друга», — скажет потом Станиславский. И вот они встретились. Эта историческая беседа длилась с двух часов дня до восьми часов утра. Было решено начать новое театральное дело. Если бы им тогда сказали, что таким образом они соединяли свои судьбы навсегда, на всю жизнь. О чем эти люди говорили 18 часов подряд? Замысел был поистине революционным, грандиозным. Немирович, однако, вспоминает, что Станиславский поразил его тогда своей деловитостью. Он тут же схватил карандаш, бумагу и начал все записывать по пунктам. Его и тогда, и позже многие считали утопистом, мечтателем, а он, между прочим, был очень деловым человеком. Вот и теперь Мировая конференция народов не обсуждает своих важных государственных вопросов с такой точностью, с какой мы обсуждали основы будущего дела. Как это важно для двух сторон договориться? Но для этого надо по меньшей мере и искренне стремиться к одному и тому же. Эти два замечательных человека объединились в одном желании и противопоставить старому театру новый, демократический, одухотворенный, высокой целью общественного служения. Вот таким было здание художественного театра, знакомое всем москвичам. «Я люблю этот серьезный, немного мрачный и задумчивый зал», писал Станиславский, «с его темной дубовой мебелью и с такими же парапетами ложь. Тусклое освещение идет к нему, как сумерки к нашей северной природе. А кто из нас его не любит? Кто не волновался, не плакал в юности, сидя вон там на ступеньках галерки?» Здесь развернулась такая невиданная режиссерская энергия, что был потерян всякий счет времени. Его останавливали актеры, ведь им вечером играть, но он был властен, иногда даже деспотичен, и никак не мог понять, что другие просто не могут работать так, как он. Художественный театр стал его храмом и его домом. Рассказывают, что он ходил за кулисами, только на цыпочках подавая пример другим. А по ночам, когда все уходили домой, часто сидел в зале один. Обычный зритель, заняв это кресло, может не заметить, на чьем месте сидит. Между тем, именно отсюда Станиславский видел свой театр, свою сцену и своих актеров. Отсюда раздавались на весь зал его грозное «не верю». Отсюда же слышалось, что иногда он смеется, как и ребенок, взахлеб до слез. Это был очень строгий театр. Всякую пошлость, всякое дешевое легкомыслие исключало уже одно его название – художественно общедоступным. Хотели его назвать народным, но оказалось, что репертуар народных театров настолько ограничен царской цензурой, что решили изменить слово «пусть будет общедоступным». Это по существу и означало народный, демократический, неофициальный, не казенный. А вот художественный, что это значит? Художественный. Это прежде всего люди, исповедующие одну творческую веру. Вот они, артисты первой труппы МХАТ. Москвин, Качалов, Мьерхольд, Лужский, Лилина, Книпер, Савицкая. Смотритесь в эти лица. Совершенно новый тип актера, интеллигента. Вместе они были похожи на прекрасную семью. В такую семью любимым автором мог войти Чехов. Его тут поняли и раскрыли. А потом Горький. В театр входила большая литература. Позже из этой театральной семьи вышли крупнейшие русские режиссеры. Евгений Вахтангов, Всеволод Мирхольд. Нам нужен не запах кулис, а воздух реальной жизни. Нам нужен шумный успех, чтобы сделать из Горького драматурга. Под таким девизом играли на дне. И действительно, буквально бурей откликнулся зал на эту пьесу. Потом пьеса Горького обошла театр всего мира. А тогда впервые сцена приблизила к людям ту жизнь, которую общество старалось не замечать, о которой не принято было говорить. Эта жизнь шла где-то под землей, заявляла о себе глухими подземными толчками, а Горький и театр извлекли ее и, как того требовал от актеров Станиславский, бросили ее в зал. Это были невиданные герои и не слышанные раньше голоса. Ты знаешь, с той парень, как я помню самого себя, у меня в башке стоит какой-то туман. Все, ты его знаешь. Никогда и ничего я не понимал. Я его не как-то не волк. Мне кажется, что я всю мою жизнь только делал что-то, чтобы переодевался. А зачем? Не понимаю. Учился, носил мундир Дворянского института. А чему учился? Не знаю. А потом женился. Женился, надел фраг, потом халат, а жену взял в скверную. Да зачем? Не понимаю. Положу все, что было, тогда стал носить какой-то рыжий пиджак, серые штаны, чем-то, не знаю. А как разорился, даже не заметил. Не заметил. А вот каким был в жизни исполнитель этой роли Василий Иванович Качалов. Это артист-интеллигент. Классический русский гамлет. А потом вот, надел вот это вот. Чего ты его знаешь, понимаешь? Все как во сне. Что это смешно, а? Что? Ах, глупо. Мерси. Я думаю, что глупо. Глупо. А ведь зачем же не будь я родился? Что? Сейчас, сейчас, Настяка, Настяка убежала куда-то. Куда она убежала? А все-таки пойду, посмотрю, где она. Все-таки, Сатин, все-таки она. Она для меня. Все. Все. Здесь, на этой сцене, в режиссерских руках Станиславского, они становились мастерами. Великий актер Москвин служил раньше приказчиком в лавке. Театр образовал его в самом высоком смысле слова. Голосом Москвина. Первой его репликой в спектакле «Царь Федор Иоаннович» началась история этого театра. «На это дело крепко надеюсь я», – произнес 14 октября 1898 года этот странный, хрипловатый голос. В зал посмотрели полные страдания глаза Федора, и началась новая эпоха в искусстве. А Станиславский буквально своими руками собирал этот спектакль. Каждую жемчужинку, каждый шов на костюме проверял сам. Москвин играл свою первую роль всю жизнь, до конца дней. Во Мхате великие актеры, как и все люди, старели телом, но Станиславский научил их беречь душу. И в день своего 70-летия Москвин опять играл царя Федора, перед тем, провезя эту роль по всему миру, показав ее и Франции, и Германии, и Америке. И слушать не хочу! Я царь или не царь? Я царь или не царь? Ты царь. Довольно? Больше не надо. Теперь уж не может спорить он. Теперь он циц! Ты знаешь, что такое царь? Ты знаешь? Ты помнишь? Патюшку царя. Ты, князь, будь спокойным. Дмитрий Ксебеевич Зублевич, я выпишу сюда. И мачеху, и мачехиных братьев, всех, всех выпишу. Ну что же, ну что же, на самом деле, на что я похожа? Ну, а теперь, как я вас помирил, ну, полно вам сердиться друг на друга. Ну, полно. Шурим. Ну, полно. Князь, довольствуй. Ну. Прости, великий царь. Князь, куда? Куда-нибудь подали, чтоб не видать, как царь себя травит. Князь, погоди. Погоди, мы, мы, мы все уладим. Царь! Все я Руси. Федор Иванович, мне стыдно за тебя. На юбилей Москвина, поздравляя его, кто-то сказал, вот уже полвека вы нам задаете этот вопрос, я царь или не царь? И мы сегодня торжественно отвечаем, вы царь. Станиславский не слышал этой речи, его уже не было на свете, но ведь это он сказал когда-то, как самую главную заповедь своего театра, единственный царь и владыка сцены, талантливый актер. Действительно, эти актеры буквально царили на подмостках, и первым среди них был Станиславский. Когда он играл органов в «Мнимом больном», многие его просто не узнавали. Неужели это Станиславский? Я характерный актер, сказал он про себя, окончательно потеряв интерес к героическим позам и оперной красивости. Но зато какое невиданное количество человеческих типов, какое разнообразие душевных движений было им теперь открыто. В тот день, когда он играл Крутицкого, тупого и глупого, как старая испорченная машина, к нему, к Станиславскому, боялись подходить с какими-либо вопросами. В нем с утра начиналась эта внутренняя перестройка. Вот Станиславский в роли Астрова из пьесы Чехова «Дядя Ваня». А это была его любимая роль. Вершинин из пьесы Чехова «Три сестры». Он играл ее 27 лет подряд с 1901 года. В 1928 году, 29 октября, он в последний раз надел мундир Вершинина и вышел на сцену. Не верилось, что ему 65 лет, так увлекательно молод был этот человек с седой головой. Казалось, что он сбросил с плеч весь груз возраста, и в его биографии начинается новая полоса. Будут новые роли, новые пьесы. Подходил к концу первый акт. Еще не прозвучали его слова. Что же еще вам сказать на прощание? Прежде человечество было занято войнами, теперь все это отжило. Человечество страстно ищет и, конечно, найдет. Ах, только бы поскорее. Он почувствовал боль в сердце, два раза вышел поклониться и упал. Это был тяжелый сердечный приступ. Чехов замечательно умел писать сцены прощания. Станиславский умел их играть. Всегда подходя к этому дому, я думаю, какие счастливые были те, кто мог прийти к самому Станиславскому и учиться у него. К нему шли толпами. Он редко выходил из дома в последние годы, но в его рабочем дне был перерыв всего в полтора часа, с шести до семи тридцати вечера. Все остальное время репетиции, уроки, прием учеников со всего света. Он много лет вел занятия с оперной студией Большого театра. Но что самое поразительное, он уже не играя на сцене, занимался собственным голосом. Вот с чего начинался день. С утра упражнения голосом. Другой бы давно успокоился. Заслуженные лавры патриарха, мировая слава. Но тут все было наоборот. В 1921 году, когда Станиславский впервые вошел в эту комнату, он сказал, «Вот вам и Онегин». Потом здесь велись репетиции знаменитого спектакля, который разрушил самые прочные из театральных штампов оперные. Во время занятий Станиславский обычно сидел в этом кресле. А рядом кто-либо из его помощников-педагогов. В нем не было ничего от поучающего старца. Он самого молоденького ученика рассматривал с таким же вниманием, как своих знаменитых актеров и как самого себя. Но, что самое главное, он торопился передать другим то, что сам уже узнал и открыл. «Берите, познайте, сделайте своим и идите дальше», — говорил он. «Я знаю, что я не писатель. Что же мне делать, когда я считаю себя обязанным изложить то, с чем справиться не могу?» Книгу «Моя жизнь в искусстве» он писал во время зарубежных гастролей. В антрактах, в ресторане, в трамвае, на бульваре. Следующую свою книгу он писал здесь, в Москве, на репетициях. За три недели до конца он подписал к печати верстку книги «Работа актера над собой». Когда он взял верстку, лицо его покрылось краской, пальцы задрожали. В эту минуту он, должно быть, верил, что увидит ее готовой. Ему казалось чудом, что, не будучи ученым, он создает учения об искусстве. И эта жажда завершить свое дело заставляла его мучительно бояться, что он не успеет сделать это. Книги Смиславского вышли на русском, английском, французском, немецком, японском и многих других языках. Впервые в истории было создано учение о законах актерского мастерства. Родившись в России, оно стало достоянием театров всего мира. И прежде чем проститься с самым красивым человеком русского театра, вернемся на мгновение в его гримерную. Однажды после спектакля к нему пришла актриса Мхата с просьбой написать ей несколько слов на память. Оторвав клочок бумаги от листа, в которые были завернуты преподнесенные ему цветы, Станиславский написал Долго жил, много видел, был богат, потом обеднел, видел свет, имел хорошую семью, детей, жизнь раскидала всех по миру. Искал славы, нашел, видел почести, был молод, состарился, скоро надо умирать. Теперь спросите меня, в чем счастье на земле? В познавании, в искусстве и в работе, в постигновении его. Познавая искусство в себе, познаешь природу, жизнь, мир, смысл жизни, познаешь душу, талант. Выше этого счастья нет, а успех, бренность. Какая скука принимать поздравления, отвечать на приветствие, писать благодарственные письма, диктовать интервью, нет. Лучше сидеть дома и следить, как внутри создается новый художественный образ. Константин Станиславский, 1933 года, 20 января, 70 лет жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова